Одной из самых частых привычек, которые пагубно влияют на здоровье человека, является курение. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящий момент на 7,5 миллиардов населения Земли приходится примерно 1 миллиард курильщиков. Сегодня смертность, вызванная последствиями курения в мире, стоит на первом месте. Поэтому бороться с этой пагубной привычкой – задача каждого неравнодушного к своему здоровью человека. За счет содержания в сигаретах различных вредных веществ, канцерогенов и так далее, очень высокий риск развития рака легких – это наиболее такое тяжелое и неприятное заболевание. Значит, очень тоже высокая вероятность развития такой болезни, как хроническая абсурсивная болезнь легких. Эта болезнь связана с воздействием вот этих вредных веществ на легкие. И, как правило, она проявляется, ну, по-разному бывает у разных людей, ну, где-то приблизительно через 15-20 лет от начала активного курения. Коварство состоит в том, что, как бы, если пациент начинает при возрасте, допустим, 20-25 лет, то, как я уже говорил выше, первые симптомы заболевания появляются обычно через 15-20 лет активного курения. Таким образом, получается, что это приходится приблизительно на 40-45 лет. Для таких пациентов характерно кашель по утрам с отхождением мокроты, так называемый утренний кашель курильщика. Ну, и одышка, она нарастает постепенно, потому что зачастую пациенты, как бы, не совсем обращают на это внимание или связывают с какими-то другими существующими заболеваниями, в том числе и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Однако, никотиновая зависимость – это проблема психологического характера. Поэтому для того, чтобы с ней справиться, нужно в первую очередь записаться на прием к врачу-психотерапевту, который даст необходимые рекомендации. Если правильно подойти к этой процедуре бросания, то терпеть ничего не нужно. То есть, на сегодняшний день полно препаратов, которые снимают тягу к никотину или вообще, скажем, к процессу курения в такой степени, что люди удивляются. Говорят, я курю, мне безразлично. Зачем тогда мне курить, если мне безразлично? Такие препараты существуют, доступны, в общем-то, в аптеках и, соответственно, даже такой простой вариант, скажем так, возможен. Люди, которые обращаются к врачам с целью бросить курить, ну, в общем-то, в норме должны обращаться именно к психотерапевту. Потому что психотерапевт имеет знания для того, чтобы помочь в медикаментозном плане, для того, чтобы снять тягу к курению. Но еще больше поможет вот в этой социальной адаптации, потому что те стереотипы, которые наработал курильщик, они отличаются от тех, которые есть и должны быть у некурящих людей. Лечение психотерапевта чаще всего эффективно, можно его даже сказать процентов 70-80. Но это у тех, которые имеют свое нормальное желание, а не тех, которые, допустим, под напором жены или какого-нибудь друга, скажем так, говорят, ну, я попробую. Надо не пробовать, надо просто заниматься, бросать. Ну и, соответственно, если необходима помощь, чаще всего она необходима, обращаться к правильному специалисту. И это действительно так. Ведь для того, чтобы избавиться от любого рода зависимости, нужно прежде всего обратиться за помощью к профессионалам. Но самое главное – это мотивация и самостоятельное желание бросить курить. Для того, чтобы помочь людям избавиться от желания в очередной раз закурить, сотрудники МЧС провели республиканскую акцию «Не прожигай свою жизнь», в процессе которой рассказали о тех страшных последствиях, которые может привести непотушенная сигарета. Курение – это наиболее опасная и вредная привычка, из-за которой происходит большое количество пожаров. Потому что, согласно статистике, из 10 пожаров 7 происходит именно из-за курения. И мы обещаем населению и рассказываем, насколько это опасно. В рамках акции мы именно работаем с гражданами, которые злоупотребляют алкогольными, употреблением алкогольных напиток. Потому что, к сожалению, цепочка, когда человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, закурит и засыпает сигаретой, это наиболее часто. И тем более, что в Брестской области на сегодняшний день уже погибло 69 человек. И 80% граждан, которые погибли, они находились именно в состоянии алкогольного опьянения. Наибольшая часть опрошенных нами людей придерживается здорового образа жизни и твердо знает о том, каким последствиям может привести тяга к табакокурению. Бросил мыть. У меня семья не курящая, муж не курит. Ведем здоровый образ жизни. Бросил много-много лет назад. А почему полценно? Да это элементарно. Я врач детский. Потому, конечно же, и никому не желаю. А для того, чтобы не допустить непоправимых последствий, стоит придерживаться определенных правил. Уважаемые граждане, помните о том, что курение не только вредно, но и опасно. Лучший вариант – отказаться от пагубной привычки. Если сделать это не под силу, соблюдайте элементарное правило пожарной безопасности. Не курите в постели и ином месте для сна. Не выбрасывайте непотушенные спички и сигареты, в том числе и из оконных проемов, из балконов. В целях собственной безопасности установите в домовладениях автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду.